Мошенничество, невыплата зарплаты, нарушение законодательства в сфере ЖКХ – приоритетное направление работы прокуратуры республики. В надзорном ведомстве подвели итоги за минувший год. ЖКХ – золотое дно для разного рода правонарушителей. Более 4 миллиардов рублей. Такой внушительный долг накопился у коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями. В прокуратуре считают, что причин несколько. Основные из них – неплатежи граждан и бездеятельность самих управляющих компаний. Отдельный вопрос по компании коммунальной технологии. При таких долгах здесь даже не думают об оптимизации своей работы. ООО «Коммунальная технология» – это самый крупный должник в сфере ЖКХ на сегодняшний день на территории республики. При наличии предприятия целого управления правового юристов, в которые уходит 16 человек, которым уплачивается зарплата. При том, зарплата этих юристов является составной частью тарифов, которые утверждаются для коммунальных технологий. Вот помимо наличия такого штата, порядка 40 миллионов еще было уплачено сторонней организацией за юридические услуги. По-прежнему в числе основных статей преступлений – кража денег с чужих банковских карт, телефонные вымогательства, обман при покупке товаров в интернете. Жители Чувашии, ставшие жертвами виртуальных мошенников, практически еженедельно обращаются в полицию. Количество таких мошенников, совершенных бесконтактным способом, за прошлый год оно было 1132 преступления, а в 2016 году их было практически в половину больше. В целом, как бы, раскрывание преступления тоже выросло, и в 111 лиц в прошлом году за совершение таких преступлений мы привлекли к уголовной ответственности. Способы обмана всем хорошо известны, однако доверчивые жители до сих пор попадаются на хитрые уловки злоумышленников. Наиболее популярный вид развода – СМС с неизвестного номера с просьбой помочь близкому человеку и перечислить необходимую сумму денег. Надо разъяснять людям, и эти примеры приводя, не для того, чтобы их использовали дальше, а для того, чтобы, наоборот, зная, что так обманывают, больше не использовали никто, и видели, что за это ответственность существует, и какая на конкретных примерах. Особое внимание в прокуратуре уделяет вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Он имеет серьезные социальные последствия. Особенно трудно в тех семьях, где зарплату не получают несколько членов семьи. Надзорные ведомства должны действовать твердо и оперативно. Всего в прошлом году по фактам невыплаты заработной платы было отбуждено 22 уголовных дела. Из них 19 было отбуждено лично по нашим проверкам, по прокурорским. В прошлом, в 2016 году была погашена задолженность по заработной плате в размере более 230 миллионов рублей. Общий размер задолженности по заработной плате с начала прошлого года у нас снизился в 4 раза. У нас с 66 миллионов до 16 миллионов. Причем основная сумма задолженности по заработной плате образовалась в типографии номер один города Чебоксары. Еще один важный вопрос – обучение чувашскому языку в школах республики. Напомним, что речь идет о добровольности его изучения. Об этом говорил и президент России. В республике были нарушения закона в этой области, но сегодня проблема практически исчерпана. Рифат Фаткулин, Республика. Рифат Фаткулин, Республика.